Дожить до рассвета Что? Ты что, тупой? Джессика погибла И ты за это заплатишь, мразь! Что случилось с Джесс, Майк? Не помню, как убивал Джесс Дебил О, боже О, господи, Мэтт Враждебность Три часа до рассвета Совсем скоро уже рассвет И вот он выходит сюда, как раз Эмили спряталась, но не очень удачно А что он ей дал? Так, опять она шлепнулась Но он ее спас, получается Держи, убирайся отсюда Черт Что за чувак это? И кто там еще шел? Шахты В общем, осталось всего три часа до рассвета Ладно Боже мой Ладно, Эм Ну-ка, давай Куда идти? Об этом мы сейчас узнаем Эмили, давай спасись Хотя бы ты Не, ну в принципе Все спаслись Кроме Джессики Получается, да? Спрыгнуть Надо идти Надо найти выход Ладно, хоть этот чувак Ну, прям реально Смог ее отпустить Давай, говорит Вали отсюда А подожди Вагонетки Мы раз тут не ходили еще? Подойдем Посмотрим тотем Так, это Майк Тотем удачи Там Повезло Повезло Идем дальше Ладно, хоть освещение есть В руке И кто-то Лазит Все равно Слышны какие-то Странные звуки Они постоянно На протяжении Уже Какого времени Или это Собака Бегает Или чувак Какой-то Ходит Так, надо идти Ай-яй-яй-яй Вот это Опасения были Произошли Ошибки Так, продолжаем Блин Напугал он меня Нет-нет-нет-нет-нет Получилось, да? Я успел нажать Давай-давай Уходим Быстрее-быстрее-быстрее Быстрее Все получится Как-то все быстро Надо нажимать Шансов выжить мало А кто это вообще, блин? Что за чувак? Идти налево Идти направо Давай налево, блин Тут не угадай Страшлюгина Кто ты? Так, давай-ка еще На лифте съездим Лифт не работает Опять надо подключать А нет Заработал Что за дурачок на нас выскочил? А, бежим, 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 обходим. Цепь. О, его сейчас завалит. Ну он прям следом бежит. Давай, 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 спасайся, все нормально будет. Я тебе помогу, главное мне кнопочки быстро нажимать. Ну-ну-ну, поехали наверх. Сейчас он, он уже все, наверное, мне кажется, ему кранты. Ну, давай. По конвейерной ленте остаться, спрыгнуть, остаться, остаться, давай останемся. Ой, ничего себе. Ладно, все хорошо. Прошли. Там мясорубка, там что-то перемолоть можно было. Эмили бы точно перемолола. Ладно, молодец, она вообще самая живучая такая, хорошо. Как так? В смысле, он цепанул ее? Мимо. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Не, ну ладно, жива хотя бы. он пол плеча откусил ей и сейчас покажут другую историю нет, Эмили, так и продолжаем, бежим ну спасется же она, по-любому а вот и дом а чёрт, что ещё? открой, ты открой, Эм, открывай скорей запри дверь, боже, запри дверь Эм, ты цела? я думала, не добегу ты орала, как резана? Эм, ты цела? там было что-то давай, садись, садись там что-то, там монстр, монстр замешательство, стоп, монстр тревога, эм, у меня всё в порядке у тебя всё в порядке, то есть давай замешательство будет я говорю, там что-то есть в смысле? успокойся, это Джош, это всё Джош нет, 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 послушайте мы связали его, бояться нечего нет, он гнался за мной, это не человек постой давай побеспокоимся хоть о Мэтте, где Мэтт? Эмили, что случилось с Мэттом? он погиб разбился нет упал господи боже мой я добралась до вышки и пыталась связаться со спасателями а вышка рухнула, взяла и упала прямо в шахту стой, стой, в какую шахту? здесь повсюду шахты под землёй когда пожарная вышка упала, я я провалилась туда не понимаю, вышка упала? я шла под землёй в шахте там было темно и лежали всякие вещи и на них голова Бетт стоп, что? я нашла голову Бетт господи ни хрена себе ты это серьёзно? да, я серьёзно они могли упасть в шахту нифига себе но самое ужасное в том, что Ханна она похоже погибла не сразу что? в каком смысле? мне кажется она тогда не разбилась и потом медленно умирала в шахте без еды и воды пока её все искали о боже кошмар слушайте там на вышке был передатчик и я смогла выйти на связь но потом вышка тут же рухнула Эм ты вернулась? господи, Майк а где Мэтт? мы пока не знаем еще какой-то монстр который гнался за ней она не в себе просто Эмили Эм а Джоша они оставили там это еще кто? Джош? Джесс? это не Джесс извини, ну кто там? не знаю, надо проверить я с тобой хорошо это этот огнеметчик пришел давай откроем дверь потому что у него ствол открываю дверь готов? готов? да открывай наконец пока наш гость не ушел или дай давай открывай нет, нет, нет так будет лучше ты открывай а я прикрою ну давай открывай осталь не с места а ну ка стой стоять а а ты кто такой то вообще? wah Особенно после того, что было в прошлом году. Вы про Ханну и Бет? Да, откуда? Разве ты их видел? Вы их убили. Полегче на поворотах. Мне, знаете ли, совсем не нравится, что вы явились тут на мою гору. Твою гору? Вот Вашингтоны удивятся, когда услышат. Ну, гора это не моя, ты прав. Но и Вашингтоны здесь не хозяева. Эта гора принадлежит Финдиго. Кому? Что он несет? Какой он нахрен в Индиго? Послушаем его. Как будто есть выбор. Я повторять не собираюсь. Мне не важно, верите вы мне или нет. Но я должен снять с себя этот груз. Во! Я же говорил, он преступник. Сто пудов. Тихо, Майк. Страшное проклятие лежит на этих горах. И как только в этом лесу появляются людоеды, дух Финдиго выходит на свободу. О, чёрт. Вам нужно где-то спрятаться. Может быть, в подвале? Хорошо, тогда все спускайтесь туда и ждите. Чего? Зачем? Долго? До рассвета. Ребята, я бросил Джоша, когда услышал Эмили. Где ты его оставил? В сарай. Твоего друга уже не спасти. Нет, не может быть. Мы только что были с ним. На этой горе я всё приживу. Быстро. Нет, я и так перед ним виноват. Виноват? Это почему? Крис, не надо. Я его ударил. Я думал, что он убил Джессику, и я был на взводе. В общем, ударил. Крис! Он это заслужил. Всё равно нельзя вот так бросить его. Ну, тогда я с тобой. Мне не нужна помощь. Иди одному. Самоубийство. Ладно. Остальные идите в подвал. Прячьтесь скорее. И не вздумайте выйти, пока мы не вернёмся. Сдаётся мне, ты не понимаешь, на что мы идём. Ну, лично я иду за Джошем. Нет, я иду за Джошем. А ты мне помогаешь. Надеюсь, это понятно? А, да, понятно. Иди со мной. И делай так, как я скажу. В итоге этот чувак, получается, мог спасти, в принципе, девчонок изначально. Вот этой стороной направляешь на цель. Спасибо, я умею стрелять. Нет, не умеешь. Что? Откуда знаешь? Поверь мне, знаю. Ну, давай, пойдём спасать его. Надо обязательно за Джошем вернуться. Вот ты эксперт по этим монстрам. Скажи мне, что я должен про них знать? Будь осторожен и делай, как я. Ну, сколько раз нужно выстрелить из ружья, чтобы их убить? Тебе придётся долго стрелять. То-то-то есть так их вообще не убьёшь? Нет, но это их задержит. Тогда как их убить? Они боятся огня. Я тоже боюсь огня. Если надо, их можно убить огнём. Их кожа прочная, как броня. Пока ты её не поджаришь. Ужас какой. Вот почему он с огнемётом-то. Есть какие-то средства от Вендиго? Например, намазаться чесноком, чтобы тебя не почуят. Так точно почуят. Ну, хоть что-нибудь есть? Они не видят тебя, пока стоишь на месте. Они как жабы. Могут различить только движущиеся предметы. Значит, пока я не двигаюсь, я типа не виден. Ну, я не советую проверять на себе. Только если совсем не будет выбора. Так, здесь был Джош. И уже его нету. Что с ним случилось? Утащили его, всё. Его нет. Мы опоздали. Тихо. Надо уходить. Сейчас. Надо найти Джоша. Может, он здесь. Сначала Вендиго тебя обездвижит. Потом сдерёт живьём кожу с твоего тела. По кусочку. А потом на твоих глазах будет пожирать внутренние органы. Один за другим. Тогда пошли в дом. Идём. Он может быть близко. Так, ладно. А мы что, получается, домой нам надо вернуться? Тихо. Ай. Погоди, он увидел нас. Беги. Давай, живо, живо. Твою мать. Назад. Назад. Охренеть. Мы тут прямо на виду. Надо убираться отсюда. Господи, господи, господи. Всё. И нет чувака этого, который мог бы нам помочь. О, чёрт. Ну, Цельсер. Есть. А чё толку-то? Его только огнём можно пристрелить. Ой, поджарить то есть. Давай, давай, беги быстрей. Ну, 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 нацелься нормально в него. Всё. Минус Крис. А почему он не выстрелил, я вообще не понимаю. Эш! Скорее, нам надо спуститься в подвал. Идём. Прости. Я ещё и башку подкину, люди. Господи. Сходили за Джошем. А вот и Джош. Майк, старый отель. Эш, слава богу. Может, я в порядке, Сэм. Ладно, ладно. А тот мужик куда делся? Не видел. Наверное, тоже погиб. Господи. Так, ещё дверь есть? Нет. Точно? Что ты ищешь? Другой выход. Майк, пожалуйста, не надо ничего искать. Будет лучше остаться здесь до рассвета. Здесь хотя бы безопасно. О, да? Предлагаешь нам дождаться, пока этот монстр вломится сюда и сожрёт нас на завтрак? За нами придут. Утром. Но будет поздно уже. Так оно и будет. Правда, Эм? Ну, да, наверное. Как хотите. Я пошёл. Майк, слушай, ключа от фуникулёра нет. Джош. Его забрал Джош. Джош? Ещё одна шуточка. Класс. Если этот монстр утащил Джоша, то... Всё, нам крышка. Не знаю, Майк, может быть. Что может быть? Может, он забрал Джоша в шахту? Что? Я видела, там внизу ужасные вещи. По-моему, этот монстр там живёт и... Хм. Эм? Что? Хрен с ним. Я достану ключ. Прямо из логова этой твари. А потом мы свалим отсюда. Да, да, шустрый. Что это такое, Эм? Сумка того мужика. Там карта? Он ко всему подготовился. Не совсем. Что это за место? Охренеть. Что? В чём дело? Я был там. Это жуть. Вот там? В шахте был обвал типа в 50-х. Шахтёры остались внутри. Ох, Господи. Ты был какой-то репортер, который вроде как узнал какую-то страшную тайну. Я нашёл чертежи. Руководство знало, что шахта обрушится, но её не закрыли. Майкл, давай лучше подумаем, как нам убраться нахрен с этой долбаной горы. Просто это странно. Везде чертовщина какая-то. Как-то странно, что есть тоннель между домом и лечебницей. Ведь правда? Я по нему и шёл. Я видела это внизу. Думаю, там он живёт. Эм. Эм, что это? А? Что? Что это? Эш. Эм. Господи, Боже мой, только не это какой укус. Да ничего, ну подумаешь, укус. Укус? А чей укус? Ну это... Виндиго. Что? Ну правда, это ничего, просто царапина. Болит? Чёрт. Уже совсем не болит, честно. Да всё нормально. Эм? Если он тебя укусил... Я знаю, что вы думаете. Это ерунда. Да ну. Да. Эмили, дай нам посмотреть. Эмили, если тебя укусили, ты можешь превратиться в такого же монстра. Да это просто смешно. Он же сказал это от того, что они друг друга ели. Ты слышала? Это имел в виду. Да. Раз он тебя укусил, ты тоже станешь Виндиго и захочешь убить нас. О, Господи, что теперь делать-то? Ты должна уйти. Что? Майк! Уходи. Ты издеваешься? Эмили, ты теперь опасна. Ты офигел, что ли? Послушай, ты не можешь остаться здесь. Майк, остынь, хорошо? Откуда нам точно знать? Может, это просто укус? Вы что? Ребята, вы совсем? Ха-ха. Вот дверь. Сейчас ещё её выгонят. Я даю тебе уйти добровольно. Нет, ты просто отправляешь меня на смерть, но хочешь остаться чистеньким. Ты знаешь, что Виндиго тут же меня разорвёт, как разорвал того. Да уйди ты, наконец, слышишь? Ты, уйди отсюда! Эй. Ладно. Эй, 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 Майк, остынь. Ты стрелять будешь? Майк, в меня? Ты слишком опасна, Эмили. Стой. Мы все в опасности, пока ты здесь. Нет. Мы все! Нет, нет, не надо. Мне очень жаль. Не, ну давай не будем. Нет, я не могу. Господи, ты правильно сделал. Ну, надеюсь. Не знаю. Посмотрим. Блин, чёрт. Чёрт. Следите за ней. Если хоть что-то пойдёт не так, что делать знаете. Да. Ждите здесь. Ясно? Выходить нельзя. Я скоро вернусь. Вот так вот встряли. Сейчас она ещё превратится в этого Виндиго и будет всех рубать здесь. Осталось-то и всего вот получается четверо. Нам помочь. Кто? Тот дядька? Теперь нам конец. Нет. Это значит, что нельзя раскисать. Мы и сами справимся. Я не уверена. Дневник каннибализм. Так. Немногие осмеливались охотиться на Виндиго. Я единственный... Да лучше не нормально. Так, подожди. А мы не дочитали? Ну-ка, вернись. Я единственный, кому удалось их обуздать. Услышь мои слова. Не по тебе грозит смерть. Не то тебе грозит смерть. И после тебя погибнут ещё многие. Виндиго не должен вырваться на свободу. Виндиго... Порождение каннибализма. Когда человек отчаивается, когда он попадает в снежную бурю и не может спуститься с горы, когда его много дней мучает голод, вот тогда в него вселяется дух Виндиго. Даже сильный человек против него беззащитен. Он будет убивать без пощады зачастую как раз своих бывших спутников. Он может пожирать сырое мясо трупов. Я видел такое своими глазами много лет назад. Жажда человеческого мяса, которую ничем не утолить, и начинается превращение. Сперва меняются глаза, становятся белые, как молоко. Потом зубы удлиняются, подобно клыкам. Чудовище растёт, и кости растягивают кожу. Вот так. Когда-то в этих горах жило племя, именуемое Кри. Их шаманы рассказывают легенды о высоком существе, рождённом во льду. Так, ну-ка, ну-ка ты почитай ещё. Племя с уважением относится к этой горе и жившим на ней зверям. Кри почитали эту гору как к святыню. И всех здешних зверей они тоже считали священными. Кри верили, что того, кто убьёт животное на этой горе, постигнет несчастье. Поэтому они охотились в других местах. Так, а в 1893 году на гору прибыли шахтёры. Они обнаружили здесь залежи олова. А позднее следовое количество радия. Так. Они прорубили шахту в самую глубь священной горы. Кри, говорят, гора взрывала от боли. Взрывала от боли и на волю вырвался злой дух. Интересно. Вендиго тебя не заметит. Кожа и мышцы Вендиго тверды, как броня. Он не чувствует боли. Его нельзя изрубить. Нельзя зарезать. Пули не пробивают кожу. Хотя заряд дроби ненадолго его отпугнёт. Вендиго когда-то был человеком. Поэтому он знает, как на нас охотиться. Он умеет подражать жертве. Тебя спасёт только бдительность. Я убил шестерых Вендиго. Ножи и пули против них бесполезны. Нужно сжечь их огнём. Огонь – лучшее оружие. Пламя окутывает их. Сжигает кожу, и они слабеют. Но только не убивай их. Убийство – это крайняя мера. После смерти дух Вендиго вырывается из тела. Я запер их. Поймал в силки. А потом сжёг огнём. Чтобы загнать в клетки. Приманкой были человеческие конечности. Которые я взял у тех, кому они больше не понадобятся. Одного за другим я изловил всех, кто рыскал по этой горе. Дневник укус. Существует защита. Шаманы знают ритуалы. Так, ну-ка. Что? Что там написано? Обнадёжить. Эм, всё будет хорошо. Скрыть. Тут просто какой-то бред. Давай обнадёжим, что всё будет хорошо. Написано. Укусы. Если тебя укусят, это не заразно. Типа, ничего страшного. Дай посмотреть. Что ты сказала? Эм, с тобой всё нормально. Нормально? Укус не опасен. Майк чуть не убил меня. Это нормально? Ну не убил же. А эта сука только рада. Эм, не надо. Она просто испугалась. А я не испугалась? Прости, прости, Эмили. Я не знала, что может случиться. Никто не знал. Слушай, хватит. Даже не отмазывайся. Эмили, ну постарайся меня понять. А вот так тебе понятно, овца. Прости меня. Ну пожалуйста, прости меня. Чёрт. Приз получен. Впусти её. Нам нужно к Майку. Срочно. Почему срочно? С ним может что-то случиться по-любому. Да, он один ушёл. Надо быстрее помогать ему. Эх ты, Джошуа. Зря ты меня не слушал. Это по твоей вине погибли люди. Даже не знаю, что хуже. Своими активными действиями обречь кого-то на гибель или позволить трагедии случиться. Потому что тебе лень было пошевелиться. Помочь другому. Помнишь год назад, а? Ты бросил сестёр умирать. Пальцем не шевельнул. Тебя сковал страх за самого себя. И ты наплевал на истинную угрозу. Ты думаешь только о себе, Джош. Всегда только о себе. Твоя игра закончилась очень плохо. И твои друзья, как и твои сёстры, тебя бросили. Ты один. Ты чувствуешь ледяное дыхание одиночества, да? За что ты так снишь? Джошуа, объясни. За что? Так, обижен. Это была игра. Просто игра. Но эта игра погрузила тебя в один из твоих величайших страхов, Джошуа. Страх одиночества. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok